Привет, друзья! С вами Уилл Грэм. Ну и что? Черчилль один. Решил я покататься на этих всех британцев и, само собой, начал с пятого уровня. Ну и давайте посмотрим на эту супер броню этого нагибного танка. Нижний лист 76, ВЛД 76. Само собой, абсолютный картон, можно пробить пальцем, но есть одна маленькая деталька. Возле этой пушки второй, здесь 178 мм приведенки. Это на самом-то деле очень много. Сюда даже седьмые уровни не все пробьют. Но на самом-то деле, сколько бы я ни играл на этом Черчилле, как бы я ни пытался выставлять этот корпус, пробивают его просто все на вылет. Нет, невозможно ничего танкануть этим корпусом. И эта деталька, она никак не помогает. Забудьте про нее, что я вам показал. Ее нету. Проехали. Башня также не блещет миллиметрами. Всего лишь 88. Она, во-первых, большая. Просто прямой угол. Никакой приведенки нету. И сюда она пробивается также абсолютно всеми. Иногда даже фугасы КВ-2 могут залететь с полным уроном. Борт также не блещет миллиметрами. Это также 88. Корпус 63 мм. Забудьте вообще, в принципе, если вы будете играть на этом Черчилле, про какую-либо броню. Он выглядит как-то таким, знаете, таким серьезным, таким громоздким, огромным танком. Но на самом деле он полностью картонный. Все. На этом мы остановимся. То, что брони у этого танка нету абсолютно никакой. И нигде. По оборудованию. Стандартный такой джентельменский набор. Закалка, досыл и турбонагнетатель. Я посмотрел на все его модули и понял одну вещь. Что ничего больше не нужно ставить. Никакие ни вентиляторы, ни приводы. Конечно, может, само собой, ни прицелы, ничего. Подобная сборка, она, как по мне, самая актуальная для этого танка. Ну и в дальнейшем тоже на шестом и на седьмом уровне, я так считаю. Потому как ему улучшать пушку нету смысла. А вот чуть-чуть добавить прочности, чуть-чуть добавить ему максималочки. Ему главное, понимаете, что ему впитывать главное. Ну, чтобы было много хпшек. Танкнуть он мало что может. Главное впитывать. Чем больше мы впитываем, тем больше мы, само собой, настреливаем. Ну, я так понимаю. Ладно, что у него по параметрам. Пойдем с самого худшего на, к более наилучшему. Обзор 350. Слепые, кроты, никого мы не светим, само собой. Ну, тем более, тяж. Незаметность мимо. Мобильность. Худелка. 9 лошадок на тонну. Максималка. 29,7. Вперед практически 30. И 16 назад. Это на самом-то деле неплохо. Если мы ставим сюда, ну, само собой, с турбинкой. И такие уже показатели для этого танка. Это уже хорошо. Потому как надо понять, что вся эта ветка, она очень медленная. Там вплоть до 10 уровня. Они там все в районе 35-ти едут. И 5 уровень это не исключение. Так что здесь у него с мобильностью все более-менее неплохо. По живучести я сказал, у него запас в большинстве 1000 единиц становится с закалкой. И это, ребят, добротно. Как я и сказал, чем больше мы впитываем, тем больше мы наносим. Поэтому и закалочка. По пушке что у нас самое интересное? Пробитие 145. Это хорошо. Альфа 135. Обычная мелкашка британская. Тут все как мы любим. Как говорится, в скобочках нет. Что еще интересного? Перезарядка 4 секунды. В принципе, неплохо. Но теперь самое интересное. Уголы вертикальной наводки, ребят. Минус 4 плюс 12. Я на самом-то деле думал, что у него все неплохо. Типа британец. Должны быть нормальные УВНы. Я просто об этом забыл. Потому что играл я на нем очень давно. И такой выкупаю. Смотрю, минус 4 плюс 12. Думаю, что? Ну это вообще никак. И это, ребят, очень сильно некомфортно. Это, наверное, один из самых некомфортных параметров у этого танка. На самом-то деле. Ну, абсолютно никак не играбельно. Если там какой-либо чуть-чуть рельеф, все, мы уже не можем стрелять. Время соединения 2.1, разброс 0.35. Здесь все более неплохо. И средний урон сейчас, на данный момент, 1956. Это хорошо. Пойдет. Но вот скорость полета снаряда такая, плачевненькая, можно сказать. ББшка 785. Медленно. Голда чуть побыстрее. 981. На колоде стрелять более-менее неплохо. Но ББшка, она очень медленная. Ладно. С параметрами разобрались. С оборудованием разобрались. Поехали в бой. Сыграл я до этого видосика 2 боя. Размялся. Офигенно размялся. 0 из 2. Средний урон 1067. Ну, неплохо. В принципе, свое ХП я отбивал. И это, я считаю, нормально для этого танка. И вопрос, почему же именно Черчилль, ну и почему, в принципе, вообще ветка британцев и вообще начинаешь с Черчилля 1. На самом деле, я не питаю никаких там высот насчет этого видео. То, что там посмотрят его много людей. Нет, я думаю, там посмотрят его максимум 50 человек и все. Но я не для этого делаю эти видосы. Не для просмотров, а для тех людей, которые в свое время были, знаете, такие сильные телом и духом, крепкие рукой, нервами. И прям четко поставили такую железную задачу пройти данную ветку от начала до конца. Таким человеком изначально был я. В свое время я начал играть там, ну, с третьего там уровня, само собой. Эту ветку прокачивать. И я прошел эту всю ветку от начала до конца. И я снимаю эти видосы именно для тех людей, которые это же на самую такую вот махинацию и провернули. Такую прям очень сложную дорогу они прошли, тернистую. И для этих этот видос. Чтобы вспомнить, ребят, каково это было тогда, в то время, когда, знаете, все эти Черчилли, они считались, ну, буквально, по-моему, всеми игроками, такими прям кактусами невозможными. В то время было мало танков хороших на пятом уровне. И Черчилль был, наверное, один из тех, которого ненавидели, наверное, все абсолютно. Я тоже в то время на нем играл. И на самом деле, мне он показался на тот момент, ну, не таким уж и плохим. Я на нем просто так вот поиграл. Вполне неплохо у меня получилось для того времени. Я больше, знаете, горел в то время от китайской 34-ки, от того же самого Хэвика. Т-1 Хэви, потому что в то время он вообще был ублюдским. Это сейчас он, конечно же, отличная машина, но в то время он был просто, не знаю, неиграбельным. И вот на фоне всех этих танков Черчилль I мне тогда показался более-менее машиной неплохой. Ну и вот я сейчас выкупаю его уже в 23-м году. И буду смотреть, что он на себя представляет. Сыграл я на нем вот до этого видоса, не знаю, боев, наверное, на 20. Со средним уроном где-то 1200. Я считаю, для этого танка это неплохо. Прямо вполне неплохо. Ну что, будем ДП иметь. Давайте ему стрелять в башню. Благо она пробивается. Ну вот, квасик просто прочухал, куда надо стрелять. И спокойненько нас разбирает. Ну вот. Сколько мы танканули раз? Правильно. Нисколько. Ну, я здесь абсолютно один. Это очень большая проблема. Ни один TH не поехал. Танканули мы 200 урона. Нормально. Все. На этом мои полномочия, как говорится, все. Выехал я один. Ни один из придурочных квасов ко мне не поехали. Почему, не знаю. Ну, сейчас они будут за это дело очень глубоко брать. Ладно. Как говорится, первый бой на видос, он такой... Ну, хотя нет, это не первый. Я же уже два боя сыграл. Ну, если честно, там такие же бои были. Никчемные. Тысячу урона я настреливал и отправлялся в ангар. Как бы не пытаясь что-либо сделать. Ну, так вот. Черчилль один. Почему он и сейчас, скорее всего, для всех будет реальным кактусом? И почему его люди как-то выкатывают очень мало, неохотно, ну, и проходят чаще всего за свободку этот уровень? Ну, во-первых, это его габариты. Огромные просто габариты. Он очень длинный танк. Вы сами это можете видеть. Да, вот посмотрите. Он просто огромный. Он длиннючий. Посмотрите, куда меня пробил Черчилль. Просто через каток. Как вот, я поэтому и говорю, как бы вы его не пытались ставить, как бы вы его не пытались доворачивать, вас все равно пробьют. Не в корпус, так в башню. У него что башня, что корпус одинаково пробивается легко. Так и через каток он пробивается очень, ну, просто пальцем, можно сказать. Танкнуть на нем невозможно. На том же самом классике, на том же самом КВ, на Хэви вы танканете намного больше. На БДРе вы даже танканете нормально. На этом танке вы ничего не танканете. И поэтому он и считается таким плохим. Увы, на минус 4. Для этого огромного корпуса, такого длинного, вам, чтобы выехать из-за холма, там пострелять, вам нужно полностью выехать на противника. Вы будете открывать свои офигенные гусли, вас на каток поставят, и все, у вас пушка задрана. Вы можете стрелять только по воробьям. Минус 4, огромный корпус. Точнее, огромные размеры корпуса. Это все отвратительно у этого танка. Насчет максималки, его вообще, в принципе, подвижности более-менее неплохо. На самом деле, нормально пойдет. Я думал, что будет все намного хуже, но на самом деле, все неплохо. Тридцатник для пятерочки это нормально, я считаю. Пушка у него с алифой, ну, более-менее нормально. Пробития тоже хватает. В основном, там, со своими уровнями, там, шестерками, можно играть на ББшках и неплохо себя чувствовать. ДПМчик тоже на уровне. Я говорю, вот у него всего лишь есть два вот таких вот ярко выраженных минуса, за которые его можно, не то чтобы там не любить его, можно ненавидеть за эти минусы. Это его корпус длинный, огромный. И, увы, оно все остальное, более-менее еще играбельно. Ну, вот, я вот сколько бы я на нем играл, выделил именно вот эти два минуса. Все остальное мне в нем, в принципе, нравится. Что не сказать там на том же самом, шестом уровне. Ну, это, конечно же, в следующем видосе. Но, я думал, что наоборот будет пятерочка совсем неиграбельная, а шестерка более-менее хорошая. Но, все получилось все равно, что там наоборот. Пятерка еще нормально, а вот шестерка, как по мне, ну, очень такая прям капризная, противная машина. Ладно. Когда буду делать на шестой уровень обзор, там посмотрим уже на месте. Ну, вот так вот. И я так же самое, что вот тогда, 8 лет назад, или сколько, или 9, нет, не 9, что я говорю. Где-то лет 7-8 назад, когда я там качал этого британца. Я тогда как-то к Черчиллю был спокоен, относился к нему нормально. Что сейчас? Не считая его прям таким горежопным танком, от которого прям будет неимоверно гореть. Да, когда вы там сыграете 10 боев, из них 8 проиграете, там попадете к шестеркам и семеркам. Да, само собой сгорит. Ну, на любом танке-то, от любого танка это может сгореть. Ну, так вот я на нем не сильно горел, на самом-то деле. Просто я для себя поставил одну такую простую задачу. Делать 1000 урона, минимум, чтобы отбивать свой ХП. И все. Как бы задачи на нем заканчивались. Не ставил я там задачи, там, брать каждый бой, там, 2500-3000 урона делать. Само собой нет. И я вот на нем, как я сказал, поиграл, ну, 1000 урона сделал, в топе по урону получился. Отлично. 6 минут длилось это противостояние. Ладно, поехали в следующий бой. Я говорю, вот поставил все задачи 1000 урона делать и все. В принципе, с этим танк справляется. И для меня это нормально. Если для вас это, конечно же, показатели нищенские, никакие вы от этого просто будете в блюдом негодовании, раздавленные будете после этого ходить 3 дня, то, конечно, для вас этот танк не подойдет. Потому что делать на нем больше, ну, сложновато. Откровенно, сложновато. Потому как, если на вас там выезжают там два танка, и у вас прикрытия нету, то вы, конечно, умираете очень быстро. Потому что, как я сказал, танкануть вы не можете. КП-шек вроде как и много, но сами видели, как они тают. Танканул я 200 урона в топе списка. И на этом, как говорится, полномочия все. Взял я на нем, по-моему, за все эти бои. Сколько там я? 25 сыграл или сколько? 27 боев. Наверное, только одного мастера, если честно. Сделал что-то там, 2... 2 800, по-моему, урона или что-то такое. Ну, хорош такой бой получился. Ну, вот это единственный бой, который у меня выдался прям нормально. Я хотел его сохранить, типа, спасибо. Показать. Ну, думаю, что там показывать, господи. Там, 2 700 урона. Там, 5 или 6 фрагов сделал. Тоже, по-моему, попал в 5-6 уровень. Получилось так. В основном были, как говорится, не на меня седены вражеские пушки. И поэтому получилось так. Но если вы в эпицентре событий, то извиняйте. В иах. Поеду я на воду. Отличное место. Вот на этом Д-1. Обожаю туда ездить. Но на каких танках? Правильно, с ОВН-ами. Здесь у нас их нету. Поэтому это направление для нас тупо закрыто. Абсолютно на 3 этих амбарных замка. Туда ехать смысла нету. Вниз ехать также смысла не имеется. На воду только что. Больше никак. Главное, чтобы со мной кто-то поехал. КВ-1 едет. Сводимся до конца. Стреляем. Конечно же не пробиваем. Это КВ-1. Критуем у мбаки. Блин. Если бы пробил, возможно бы поджег. Возможно. Но у него ремки нету. Будем знать. Подождите. Это же халявный демедж. Ладно, стреляем без засвета. Без сведения. Первое. Ну ладно. В том случае бы дали одну тычку. И так. Мы дали одну тычку. Потому что если пока сводился, бы он уехал. А так могли дать две тычки. Так, Черчилль. Так, вот тут уже Т1 хэви. Это опасно. Ладно, дальше мы не поедем. Но тут очень плохое место. Артиллерия сюда закидывает просто на раз-два. Давайте, наверное, возьмем голду. Все-таки хэви пробивать. Блин, ну а уже здесь не хватает нам ОВНов. Еще засветились. Так, ладно, Черчилля мы не пускаем. Да ладно. Правда, что ли? Ну у нас там. Подожди. А ты как стоишь-то? Я не пойму. А, он туда смотрит. Так, ладно. Будем саппортить нашего Черчилля. Главное, чтобы он не упарывался. Не ехал туда на них. А ты кто такой? Коллег-то. Иди отсюда. Так. Ну пока что арта не стреляет. Это отлично. Ну арту там уже по-моему закошмарили. Я даже не заметил, что мы его очень сильно выиграем. Ладно, надо ехать вперед. Хотя бы тысячу сделать надо. Пофигу. Умрем, не умрем. Мне не важно. О, хорошо. Стрельнул. Мне не важно. Я не фармлю эти выживаемость. Мне она как-то фиолетово. Это ваши ВН-8. Блин, ну пока я на него опущу пушку, он мне 4 тысячи даст. Так, а вы один, ты говорят, очень умный, да? Ну, ума хватило пробить. Еще раз даже стрельнул, нифига себе. Но я успеваю быстрее. Ладно, надо ехать дальше Хэвика убивать. Так, B1, B1, B1. Блин, а там же еще шиколека. Ой, коллекта. Коллекта. Надо быстренько Хэвика. Но он сейчас меня тут по количеству очень знатно. Так, ладно, чинимся. Так, ладно, все, танкуем еще разочек. Ну, как танкуем? Принимаем и убиваем. Б1. Б1, надо успевать тычку давать. Да, вот зачем я взял автоприцел? Объясните мне. Это называется неумение играть. Ладно. Все. Все, что смогли. 1600 урона, 500 на свете, 2 фрага, 100 без списка. Ну, повезло. Повезло только что, ну, прям нормально тяжей приехал на направление. Если бы Хэвик поехал бы по правильной траектории, ему-то можно было туда ехать на эту гору. У него-то, увы, она отличная. Броня в башне тоже хорошая. Намного лучше, чем у нас. Сами видели, она красненьким горит у нас. Когда я на нее навожусь. А вот мы так себе позволить не можем. Ну, первая степень. Правда, хотя? Всего лишь-то 1600 урона. Очень странно, если честно. Ну, ладно. Нифига себе, Черчилль. 1300 опыта. Да что он там сделал? Насветил по ней? Да нет. А что так много опыта дали? Непонятно. Ладно, давайте следующий. Последний. Завершающий бой. Ну, вот я так и говорю, что вроде как Черчилль, он обычная машина. Если руки прямые, то и на нем можно нагибать. Неплохо. Я просто такой человек, что я еду, давлю, стреляю, не стою, не жду. Тем более на видео. Зачем вам показывать, как я стою за камнем, жду, когда ко мне приедет 2-3 танка и меня убьют. И сделаю там 5 выстрелов и умру. Ну, смысл. Я лучше поеду агрессивно там, что-то попытаюсь сделать уже на острие атаки, и там помру, нежели там как крысу меня запинают за камнем. Да и все, я это делать вообще не люблю. Мне даже без записи играет точно так же. Чаще всего. Ну, потому что у нас смысл стоять. Если ты понимаешь, что так или иначе ты проиграешь и сделаешь те же самые там 4-5 выстрелов. Что ты сделаешь, будучи прям в полусражении. Не знаю. Конечно, одно, если ты там понимаешь, что сейчас, если можешь отъехать и затащить бой, там, шотных подобивать, то да, это другое дело. А изначально вот сейчас вот встану я вот за этот вот, не знаю, за этот камень и будет там стоять. Ну, не знаю. Я лучше здесь встану, постою, потому что все-таки шестой уровень, дверты. Вроде как, здесь можно что-то сделать. Че я тебе сделал? Не знаю. Благо, чат отключен. Ну, сейчас же эта канифоль будет всю игру по мне стрелять же, да, наверное? Ты бы лучше по противникам так стрелял, Ариана. А, блин. Подумал, что он сюда заехал, думаю, как, че? Так, ну ладно, тыпись наша заехала тоже на гору. Хорошо. Будет выезжать, не будет. Че-то он проигрывает наш тыпись. Ёлочка тоже поехала. В ненужное место. Отлично. ЛТшечка наша. Заглотила. Ну вот и все, мы сюда приехали, а на самом-то деле здесь делать нечего. Здесь также нужны УВН, хотя бы минус 6. Что мы здесь будем делать, я не знаю. Ариэл проиграл, молодец. Куда поехал, зачем поехал, непонятно. Могут здесь столько урона сделать. Так, ну здесь... Здесь нет смысла стоять. Все равно никого не увидим. Кромбель может, как по мне, уже стрелять и по этому 40 ТП, и по ЧАФе. Я не знаю, почему он этого не делает. А его еще и убивают. Ладно, давайте РБФМ. А, ну молодец. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну да, эти камни, они же снаряды-то. Съедают. Ну, что, еще бы ЧАФе-то не пробить-то в борт голдой. Мансим? Ну, Мансим. За Мансили смотрю, ага. Ладно, уезжаем. ЧАФе проехал, он сейчас нас будет расстрелян. Ну, слушайте, этот ЧАФе, он заговоренный, да, понимает? Так. Ну. Ну, Кромвель просто баран, если честно. Он мог столько сделать полезного. Он просто взял сдох. Идиот. Такс. Все, наверное. На этом мои полномочия. Все, мог хотя бы по КРО этому по ЧАФе дать два выстрела, но этого даже не сделал. Уже было бы 400 бы урона. Так, надо, наверное, возвращаться. Ягг ПЗ просто всех убивает. Попробовать, может быть, смогу уехать. Ну, не, тут, тут, вообще. А, да, даже так. Это ЧАФе. Я его ни в жизни увижу. Легко и просто, видите, ББшечкой. ЛТшка нафиг. Просто шьет. Давайте посмотрим. Буги, подержись там хоть маленько. Давайте уже давить этого буги несчастного. Господи, что вы боитесь? Да. Отдыхай. Ну, а мы больше никого и не увидим. У нас обзора запомнили. Сколько? 350 метров. Может быть. Может быть. Так, что там у нас? Он выезжает. Ага. Да, еще тебя тут не хватало. Ну, может, хотя бы подсвечу, нет? Ну, нереально. Ну, вот такой бой внизу списка. Ну, как даже не внизу просто шестерка. Ну, тут просто команда не было. Сами видели, что они сделали. Они ничего не сделали. Просто идиоты. Стрв нормально так позицию занял. Ну, я про таких вот говорю. Про идиотов. Наверное, им очень так весело играть. Стоят просто за камнем весь бой. Ну, вот такие вот бои у нас получились. Средушечка, что? Ну, где-то 800 урона, да, получилось? За три боя. Я считаю, это неплохо. 900 даже, наверное. Нет, 900 не будет. 800. Ну, это, я считаю, нормально. Взял я на нем две отметки. 87% у меня отметки. Нет, третью отметку точно брать не буду. По крайней мере, сейчас. Может, потом как-нибудь. Тяной экипажик я сажать не буду, пускай будет. Так что так. Очень хороший СТРВ. Такой танк офигенный. И вот так ты на нем играешь. Паршиво. Никак вообще. Вот у них 40 ТП. Просто всех разбил. Наши стояли. Дурочки. Глазами лопали. Винрейт офигенный. Чтоб пять боев я сыграл. Один выиграл, да? Нормально. Вообще, отличный винрейт. Давайте посмотрим, что мы там наколотили. Ну, это будет плюсом те два моих разминочных боя. Будет чуть-чуть такая прям статистика отличаться от этих трех боев. Что я... Ну, я даже не внизу по урону. Оно неудивительно. Даже не внизу. Ладно, что у нас получилось? Средний урон 1069 за пять боев. 20% винрейт. Отлично. В праге фиолетовый опыт. Фиолетовый. Ну, такое, конечно же, получилось. Можно было, конечно, и лучше. Но имеем, что имеем. В общем, Черчилль один, ребят. Просто, я говорю, я его, наверное, никак не рекомендую вам. Этот видос просто для тех людей, которые когда-то их прошли и хотят просто, знаете, играть на них не хотят, а вот просто посмотреть будет, наверное, вам интересно. Каково это сейчас? Сами могли видеть. Нагибал я, страдал я. Да не знаю. Просто играл. Последние бои, да, там, можно сказать, что уже и пострадовал. Ну, в основном, просто играешь. Не знаю. Я не вижу у него никаких страдальческих таких наклонностей. Танк и танк. Хуже, конечно, чем многие тяжи. Но и, не знаю, не самый он и плохой. Найти можно всегда хуже. Как говорится, каждый человек выбирает для себя худший танк. Для меня он, по крайней мере, сейчас не худший. Ладно, буду закругляться. Жду всех у себя под видосом в комментариях. Пишите, как вам этот танчик. Играли на нем? Хотите на нем поиграть? И вообще просто, как вы к нему относитесь? Потому что свое мнение я сказал. Жду ваше, конечно же, мнение. Ставьте лайкусики и подписывайтесь на канал. Всем хороших боев и удачи. Покедова.